Материнское и детское здоровье Представители сферы коснулись и вопроса качества медицинской помощи и услуг, а также обеспечения, повышения их доступности. Особое внимание было уделено механизмам финансирования сферы здравоохранения двух стран. Ни одна система западная не могла бы выжить при доле финансирования здравоохранения ниже 3% во внутреннем валовом продукте. А мы живем. Значит, система наша все же жизнеспособна. Но мы это все знаем и понимаем, как рачительно использовать деньги. Но вместе с тем нам бы хотелось, чтобы у нас было более светлое будущее и в Армении, и в России. Проблемы эти актуальны как для России, так и для Армении. Поэтому и пути для их решения стоит искать совместно, уверены участники конференции. Чтобы закрепить сотрудничество, министры двух стран подписали ряд меморандумов о взаимопонимании. В форум после завершения работ примет резолюцию. И одним из пунктов этой резолюции будет периодичность таких возможных встреч в рамках форума, в армяно-российских встреч. Уверен, что рабочие группы смогут в срок уложиться и создать необходимую правовую почву для оказания, для организации здравоохранной помощи. И надеюсь, что следующий форум будет у нас уже в Москве. После конференции российская делегация в сопровождении министра здравоохранения Армении Армена Мурадзяна побывала в Ереванском специализированном центре нейрохирургии. Высокопоставленные гости обошли медицинское учреждение, познакомились с условиями работы и лично пообщались с пациентами. Редактор субтитров А.Семкин